Доброе утро любители рыболовных приключений я рад вас приветствовать лучшие рыбаки дальних и ближних зарубежных канал рыболовные приключения и мы начинаем очередную битву рыболовных насадок сегодня у нас будет предпоследняя битва и в ней участвует со стороны Китая какая-то из этих аром с нее мы сделаем насадочку но со стороны ссср моих подписчиков будет участвовать пользователь под ником кикимора болотная написали мне что три раза присылают рецепт и я все никак его не приготовил но на этот раз наконец-то я его заметил и приготовил признаюсь честно не видел я его раньше но рецепт заслуживает уважения готовится конечно он ой-ой-ой но все же у меня получилось и по-моему я сделал то что вы просили и так рассказываю рецепт пользователя под ником кикимора болотная как его готовил значит что взял я отварил перловку потом ее в тарелке помял получилась такая кашица с перловки добавил туда чайную ложку меда все это дело перемешал потом добавил туда манки опять это все дело перемешал поставил в микроволновку секунд наверное 15 подождал достал посмотрел еще такая липкая консистенция поставил еще на секунд десять достал вроде бы ничего поставил остудиться и через 20 минут размял эту насадочку и получилась вот такая насадочка были но это еще тот пластилин шикарный идет аромат меда манна перлова медовая насадочка от пользователя кикимора болотная приготовили ну а китайская насадка будет у нас мука с добавлением одного из этих двух оставшихся ароматизаторов какой из них будет я без понятия я не знаю что это за запах я не знаю что это за запах ну давайте по проверенной схеме вот так помешаем 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 и вытягиваем вот такая арома нарисован тут толстолобик значится это арома остается на последнюю битву с ней будет участвовать василий тюплиц кстати тоже насадочку замутил придется мне попасть и ну да ладно и не такое не делали так сейчас я открою скажу чем пахнет вот это китайская рома на которой нарисован вот этот толстолобик что-то я не ощущаю запаха я на запаха не слышал что-то еле-еле какое-то такое кисленькое то ли какой-то небольшой запах лимона вроде нос дышит без понятия реально что это за запах может кто в курсе напишите но здесь что-то такое чуть-чуть кисловатая не знаю может они сюда и прислали какую обычную муку и добавили немножко там какой-то аромат лимончика может если предыдущие аромы пахли так что термоядер просто то это какой-то немножко какой-то такой запах кислинки кого-то лимончика и все не вообще не ярко выражено ничего это мне кажется может они вообще муки насыпали сюда ну слишком белая такая ладно не знаю что это такое но сделаем посмотрим что на это скажут рыбы добавляем мы в нашу муку вот этой вот штуки на толстолобика делаем тесто надеваем на импровизированный крючок вот эту насадку а второй импровизированный крючок надеваем сейчас делаю вот эту насадку и пойдем к нашим карасям посмотрим что они по этому поводу думают какую насадку предпочтут не прошло и пяти минут насадки наши готовы и так вот это вот темная насадочка это мед перловка и манка вот это светлое это китайский вот этот толстолобик но понюхал я еще раз эту насадку были ну чуть-чуть к этой кислинкой отдает вообще запах никакого можно сказать ну посмотрим что это скажет караси китай с ссср погнали проверять а Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Отведенные 5 минут на тест прошли и давайте подводить итоги. Ну, я думаю, всем очевидно, какая насадка победила. Хотел бы поздравить пользователя под ником «Кикимора Болотная». Отличная насадка, обалденность я зарекомендовала. Обязательно ее по весне, по лету возьмем на вооружение. Она очень плотная, она подойдет как для поплавочной удочки, так и можно на фидер ее вешать смело. Не думаю, что она слетит с крючка. И по-любому отлично себя зарекомендует на ловле речной рыбы. Проверим потом, так что не уходите с канала. Весной будут видео, будем тестировать уже на реке вашу насадочку. Ну, а китайская насадка что-то мне сразу показалась подозрительной. Еле-еле какой-то кислый запах. Немножко такое напоминает какие-то там то ли лимончик, то ли что, но очень-очень слабый запах. Когда ее мешал с мукой, когда добавил воды, она растворилась вообще как молоко получилось. Возможно, это какое-то вообще сухое молоко, без понятия, что это такое, но аромата в ней никакого. Поэтому, естественно, она и проиграла, потому что конкурировать с насадкой, которая содержит в своих компонентах мед, перловку и манку. Это не тот товарищ, который бы составил конкуренцию. Поздравляю еще раз пользователя под ником Кикимора Болотная. Ну, а у нас вскоре последняя битва. И вот такой вот розовый ароматизатор китайский против насадку, которую прислал наш давний подписчик и эксперт канала Рыболовные приключения Василий Чуплис. Тоже насадочка будет интересная. Состоять из трех компонентов. Ну, и интересно, вот это розовое, что они намешали. Посмотрим, наша насадка или Китай. Так что, кто не подписан на канал, подписывайтесь, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставим лайки. И вскоре последняя битва. Вот это против нашей насадочки. Это будет супер битва. Как-то так. Я пошел готовиться к очередной битве. Не болейте, не кашляйте. И смотрите Рыболовные приключения. Впереди у нас очень много еще интересных будет видео. Всем пока, 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 пока.